Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. У нас сегодня принципиально важная, на наш взгляд, тема. Тема, которая мало обсуждается среди не отаринолерингологов, да и среди отаринолерингологов. Она не так часто обсуждается. Такая терра инкогнито в определенной степени. Потому что трудности в диагностике, трудности в лечении. О чем мы говорим, Галина Николаевна, сегодня? Я так предполагаю о гисфониях. Даже не надо предполагать, на этом слайде все написано. И мне хотелось бы процитировать очень известную восточную мудрость, уважаемые коллеги. Человек без голоса, что птица без крыльев. У нас даже существует такое правило нашей специальности, которое пришло к нам из журналистики, из социальных опросов. Правило 7%, 38% и 55%. То есть, собственно говоря, на долю слов у нас приходится всего 7%, 38% информации мы получаем исключительность звучания голоса. То есть, даже если мы не говорим, такой огромный процент информации у нас до нас с вами поступает. И до нас доходит. Да, и на долю слов только, друзья, 7%. То есть, если нет голоса, если нет эмоций в голосе, только 7% вы можете информации дать сейчас. А как вы слова без голоса дадите, Валерий Михайлович? Да, это вопрос. Ну что, идем дальше. Ну вот мы с вами видим здесь распространенность нарушения голоса среди детей. По данным разных авторов, 6%, 41%, то есть где-то в среднем около 25-30% приходится именно на нарушение голоса у детей. Друзья, вот мы привыкли говорить о хриплости, это мутация, это уже подростки. Далеко не так, далеко не так, и мы с вами увидим, какие заболевания или состояния сопровождаются нарушением голоса у детей. Ну и, собственно, смотрите, какой процент узелки голосовых складок, узелки певцов, крикунов, если мы говорим о детях. Вот такой процент жалобы на хриплость. Ну а здесь, собственно, взрослые состояния и какие процентные соотношения у разных профессий, Галина Николаевна? Давайте поговорим о том. Ну, конечно, основная проблема осиплости и других нарушений голоса – это у пациентов голосовых профессий. Это педагоги, воспитатели, это работники кулцентров, вот сейчас это очень актуально, это телефонисты, переводчики, экскурсоводы, и мы можем еще достаточно большое количество профессий назвать. А какие, например, а что вы могли назвать бы? Профессии? Да. Певцы? Да. Я бы еще сюда добавил работники торговой сферы, между прочим, потому что приходится им говорить очень много, а иногда и на повышенных тонах говорить с покупателями. Вы же сталкивались с... У вас старое представление о торговой сфере. Я согласна, что они говорят очень много, но очень ласково и очень... Это где же вы таких ласковых продавцов-то много видели? Ну, вы не в те магазины ходите, Валерий Качин. Наверное, я в основном по рынкам. Я бы еще одну, кстати, здесь одну специальность назвал бы, это священники, между прочим. Это очень важная составляющая для нас, во всяком случае, вот мы много сотрудничаем с различными учреждениями, религиозной сферой. У нас очень много священников, которые говорят, помогите, работу придется бросать и переквалифицироваться. Ну, я думаю, что и мы, врачи, тоже относимся к этим специальностям, потому что нам тоже приходится очень много говорить. Безусловно. Так что смотрите, друзья, для взрослых это принципиальная составляющая в патологии, которая требует решения. А, Валерий Михайлович, нам с вами и нашим коллегам вдвойне сложнее, потому что мы одновременно и педагоги, и врачи. И священники. В определенной степени. Дай бог, что это не так часто бывает. Ну и, друзья, мы здесь с вами видим, какие проблемы возникают, когда надо разобраться в причинах дисфонии, в охриплости. Если со взрослыми все более-менее просто, хотя там тоже есть определенные сложности, рвотный рефлекс, например, нам порой не дает на уровень амбулаторного звена качественно провести обследование и разобраться в причинах охриплости. А уж для детей это громадная проблема. Галина, прокомментируйте, пожалуйста. Собственно говоря, у нас не всегда близкие люди ребенка, родители, родственники, педагоги обращают внимание на изменения голоса. И мало того, что не вовремя замечают эти изменения голоса, еще когда такой ребенок попадает на прием к врачу, мы не всегда можем сразу и легко осмотреть гортань в детском возрасте. Как правило, требуются дополнительные какие-то методы осмотра. Я бы даже сказал, что чем младше ребенок, тем это не просто проблема, это порой неразрешимая проблема, если нет современных способов диагностики, которым относятся эндоскопические системы. Потому что осмотреть гортань у ребенка, даже у подростка, нашими традиционными зеркалами непрямой лярингоскопии, практически нереально. Нереально. Ну и мне, может быть, еще с точки зрения такого исторического интереса, я хотел бы напомнить, что впервые метод непрямой лярингоскопии, осмотра гортани, изобрел даже не медик. Это был такой знаменитый профессор музыки, профессор пения, профессор двух консерваторий, парижской и лондонской, Мануэля Гарсия. Вот ему студенты задавали вопрос, уважаемый профессор, а как рождается голос, почему возникает охриплость, как это рассмотреть? Ну, до этого метода, до знаменитого Гарсии, было понимание, что это в области Адамова яблока, вибрации, где-то там что-то происходит в плане голосообразования. Он изобрел способ непрямой лярингоскопии, причем вначале осматривал сам себя. И, на мой взгляд, это такой пример первого селфи, который можно было посмотреть, то, что внутри у себя там. И не сфотографировать, а зафиксировать глазом, во всяком случае. А потом этот метод пошел уже, собственно, в практику медицинскую. Непрямая лярингоскопия, метод, который в обязательном порядке должен использоваться, сейчас у детей почти нет. А тогда какие способы современной диагностики мы используем у детей, конечно, можно прояснить? Ну, вы уже сказали, Валерий Михайлович, это эндоскопическое исследование гортани. Это по показаниям акустический анализ голоса. Хотя у детей очень сложно соблюдать, вернее, очень сложно интерпретировать результаты, потому что голос, он очень зависит от уровня гормонального фона. И ребенок в процессе своего взросления, он проходит несколько этапов, когда у него голос просто физиологически меняется. Это не только мальчики. И это не только мутационная дисфония. Это вообще любая ситуация, которая связана с взрослением ребенка. Хотя мутационная дисфония, наверное, это самая яркая представительность. Да, но мы сейчас об этом еще поговорим с вами, о причинах дисфонии. Но все-таки, чтобы завершить тему осмотра, я еще раз хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что если надо осмотреть в физиологическом состоянии детскую гортань, то это, как правило, требуется различные анестезиологические пособия. Без этого у ребенка, особенно младших лет, у младшей взрослой группы практически невозможно сделать. Ну что, охриплость или осиплость – распространенный симптом. Давайте поговорим все-таки о причинах. Вы уже начали этот разговор о мутационной дисфонии. Ну, я думаю, что, может быть, мы мутационную дисфонию оставим несколько позже, поскольку это физиологическое состояние, и достаточно редко на фоне мутации возникают именно патологические изменения, которые требуют наших вмешательств. Вообще, ограничение голосовой нагрузки на тот период и наблюдение врачом, как правило, достаточно, чтобы у пациента, не у пациента, а наблюдаемый на нами ребенка, подростка, уже сформировался нормальный взрослый голос. Но, тем не менее, осиплость, она может быть симптомом различных заболеваний. Прежде всего, это заболевания лорорганов и, в частности, заболевания гортани, как острые, такие как острый ларингит и острый фаринга ларингит и другие патологические процессы, так и хронические, включая узелки голосовых складок, которые делятся на две большие группы. Мягкие узелки, когда у пациента только отек, и, может быть, скопление жидкости между слоями слизистой оболочки голосовых складок – это обратимая ситуация, так и уже твердые узелки, которые требуют хирургического лечения. Это различные опухоли, папилломатоз, в частности, вирусное заболевание. Это заболевания других лорорганов, которые влияют на тонус мышц, которые обеспечивают тонус голосовых складок. Это повышенные голосовые нагрузки, ну и различные пороки развития. Но я бы ещё сказала, что в детском возрасте это тоже очень актуально. Очень часто провоцируют различные патологические процессы в гортани, и, соответственно, осиплость гастроэзофигиальной и фаринга ларингеальной реплики. Но не только детский возраст, в возрастном состоянии, я бы даже сказал, что это бывает гораздо чаще, просто у детей надо помнить, рефлюкс также встречается, и, как правило, за рефлюксом идёт ещё и ларингологическое проявление в виде охриплости. А вот у взрослых, друзья, надо, безусловно, помнить о охриплости, как о тревожном симптоме при развитии онкологических заболеваний в области гортани, и порой охриплость прогрессирующая, усиливающаяся, вплоть до отсутствия голоса, а у нас для этого используется отдельный термин – афония, беззвучный голос, голос пропадает. Так вот, такая прогрессирующая охриплость до афонии – это, в первую очередь, тревожный симптом, который требует анализа, диагностики в плане выявления. И, наверное, очень важный момент – раннего выявления злокачественных образований. И здесь мне просто очень… вот крик души, что называется, к сожалению, у нас до сих пор первичная диагностика злокачественных образований гортани у взрослых – это всё, как правило, третья-четвёртая стадия. Выживаемость даже при современных, казалось бы, методах лечения – это всего лишь 1-3 года в отдалённом периоде. А мы-то говорим о диагностике на ранних стадиях, первая-вторая стадии развития, когда выживаемость превышает 5 лет. Вот, друзья, это такое, хотел сказать, лирическое отступление. Да какая там лирика? Это боль души, это крик души. И ещё раз напоминаю, что прогрессирующая охриплость у взрослых, особенно при наличии осложнённых вредных привычек – курение, алкоголь – это требуется диагностика в плане предотвращения или выявления рака гортани, который наиболее часто и встречается в качестве злокачественных новообразований гортани. Но это вот такое отступление, а мы возвращаемся к нашим традиционным заболеваниям, которые чаще встречаются и в детском, и во взрослом возрасте – это дисфония. Ну, Валерий Михайлович, я думаю, что нам ещё стоит упомянуть о таком состоянии, как осиплость на фоне порезов и параличей голосовых складок, и когда это связано не с заболеванием гортани, а с поражением блуждающего нерва. Да, нервная система здесь задействована, мы с вами помним, знаменитый нервус рекуренс, возвратный нерв, который имеет отношение к блуждающему нерву, и он бывает поражён при целом ряде заболеваний, с органами которых контактирует блуждающий нерв, возвратный нерв, да, от дуги аорты до верхушки лёгкого, пищевода, щитовидной железы и так далее, и так далее. И вот одним из первых признаков таких состояний воздействия на блуждающий нерв является именно охриплость. И пациенты в первую очередь обращают на это внимание и приходят к доктору, к оттолерингологу. Ну а мы здесь на этом слайде, помимо того, что уже обсудили сегодня, да, вот видим ещё целый ряд состояний, приводящий к проблемам. И именно несвоевременная диагностика такой охриплости способствует развитию порой необратимых изменений. Ну что же делать? Ну у нас на самом деле практически нет лекарственных препаратов, которые бы влияли именно на функциональное состояние гортани, на голос. И причём на дисфонии различные теологии, как функциональные, так и какие-то воспалительные или органические. Хотя, конечно, мы знаем, друзья, о таких способах медикаментозной коррекции, как гормональная терапия, ингаляционная или системная, об антибактериальной терапии, системной или ингаляционной, противовоспалительных средств. Но вот если, как сказала уже Галина Николаевна, говорить о дисфонии широко и о препаратах, которые могут использоваться при самых разных состояниях, ну, может быть, исключая злокачественные образования, да, то таких препаратов раз-два и обчёлся, собственно. И поэтому я призываю вас... Слушайте, он один и обчёлся. Да, вот я и призываю о нём поговорить. Ну, это хорошо нам знакомо гомеовокс. Я хотела бы сделать только отступление. Гомеовокс – это гомеопатический препарат, производится фирмой Буарон, Франция. И в настоящее время в Российской Федерации гомеопатия разрешена к использованию и с точки зрения законодательной власти, и с точки зрения решения документов со стороны Государственной Думы и даже прокуратуры. Мы по-разному относимся к гомеопатическим средствам. Кто-то верит, уважает, кто-то недооценивает и не применяет. Но, во-первых, мы должны с вами знать об альтернативных способах лечения, не только об аллопатических видах воздействия, да, а во-вторых, мы должны признать, что многочисленные исследования, в том числе и двойные плацебо-контролируемые, которые были проведены в целом ряде стран нашей планеты, показали эффективность гомеопатических способов лечения. И когда нападки в нашей стране в середине 20-х годов происходили... В 10-х. В 10-х, да. То, собственно, пришлось вмешиваться даже и в Государственной Думе, и Российской Академии Наук, и в сообщество медицинским, которым, в частности, принадлежит и наш не очень большой отарионологический мир в виде Национальной Ассоциации отолерингологов. И мы тоже включились в такие исследования и доказали и возможность, и эффективность применения гомеопатических средств. Вы здесь увидите на этом слайде рекомендации российских отолерингологов по применению... Ну, в данном случае идёт речь о гомеовоксе, но не только о нём, а о целом ряде других препаратов. И безопасность, Валерий Михайлович. Эффективность, и это очень важно, безопасность. И, собственно, об этом мы сейчас с вами и поговорим. И мы говорим сегодня о гомеовоксе. Гомеовокс у нас включён в клинические рекомендации наряду с другими гомеопатическими препаратами. И, собственно, если мы говорим о нарушениях голоса, то именно гомеовокс – это наша палочка-выручалочка для восстановления вот этой вот функции гортани. Ну, давайте всё-таки обсудим, из чего он состоит. Мы с вами видим здесь много компонентов, да? Очень кратко прокомментируйте, Гринку. Ну, собственно говоря, компонентов, поскольку это комплексный, это официальный гомеопатический препарат, он продаётся в аптеке уже в готовом составе. Это не клиническая гомеопатия, где врач составляет препарат в зависимости от конкретного потребности конкретного пациента. И мы с вами видим хорошо знакомые компоненты, которые оказывают как противовоспалительное действие, мы с вами знаем вот эти составляющие, так противовоспалительное и муколитическое действие. Благодаря вот такому комплексному составу гомеовокс у нас влияет положительно на такие симптомы нарушения голоса, как осиплость, афония, дисфония. Он также влияет на субъективные проявления воспаления в гортанах глотки, как першения, соднения, боль в глотке. Ну, целый комплекс дисфагических проявлений. Да, и в то же время он оказывает определённое действие на ощущение дыхания. То есть он снимает у нас такие ощущения, как одышку, нехватка воздуха, и даже положительно влияет на кашель. Ну, и мы с вами здесь видим, когда можно рекомендовать гомеовокс, исходя из его состава и из его свойств, да. И здесь не только, кстати, заболевания воспалительной природы на фоне кашля, на фоне острого воспаления в гортане или всей дыхательной трубке. Мы с вами здесь видим и рекомендации по использованию препарата перед большой голосовой нагрузкой, то есть это профилактическое применение, да, это использование после перенапряжения голоса, это, собственно, лечебные процедуры вот при таких голосовых нагрузках. Так что это и лечение, и профилактика. И мы с вами видим возраст, которого можно применять этот препарат, плюс один, плюс один. Ну, и, собственно, исследований было огромное количество проведено и в нашей стране, и за рубежом. Здесь мы с вами видим целый ряд очень уважаемых учреждений, где оценивалось и клиническая эффективность, и безопасность этого препарата. Ну и, собственно, что мы видим с вами здесь по результатам? Ну вот по результатам исследования у 90% пациентов на фоне лечения через 10 дней лечения отсутствуют узелки голосовых складок, но я хочу еще раз напомнить, что речь идет о мягких узелках, потому что если узелки уже имеют такое фиброзное строение, уже там формируется строма, то, конечно, это только хирургическое лечение. Хотя мы начинаем все равно даже при плотных узелках использовать препарат, а дальше оцениваем, насколько он может быть полезен. И, как вы видите, очень четко на данном слайде видно, отсутствуют воспалительные реакции после 10 дней лечения. Гомеовокс достаточно быстро восстанавливает голосовую функцию у больных острым катаральным ларингитом. Вот мы с вами видим по сравнению с контролем на фоне использования гомеовокса более быстро у нас наступает редукция клинической симптоматики. Гомеовокс эффективно восстанавливает голосовую функцию больных с узелками голосовых складок, именно с мягкими узелками голосовых складок. Мы с вами наблюдаем улучшение качества голоса уже с первых дней терапии, как мы видим по сравнению с контрольной группой. И гомеовокс эффективен при различной патологии гортани. Вот на этот слайд я бы хотела обратить особое внимание. Это и функциональная гипотонусная дисфония, и мутационная дисфония. И обратите внимание, коллеги, насколько мутационная дисфония эффективно поддаётся лечению, устранению, скажем так, этих временных проявлений на фоне использования гомеовокса. Так что препарат работает и с этой точки зрения блестяще совершенно. Ну и острый лерингит – один из вариантов, собственно, такого мягкого и безопасного использования. Ну и как мы уже с вами говорили, сейчас этого начали и этим закончим, друзья. Охриплость – это вовсе не маленькие проблемы. Проблемы, которые требуют диагностики, требуют выявления, своевременного лечения. И, собственно, препарат, о котором мы сегодня говорили, ну, наверное, действительно один из номеров один, а может быть, и единственный номер один. И я бы хотела единственное обратить внимание на соблюдение дозировки, потому что если мы не будем следовать инструкции, назначать препарат по каким-то другим схемам, то эффективность нам никто не гарантирует. Ну, собственно, это один из главных принципов использования гомеопатических препаратов. Так что, друзья, дисфония – проблема немаленькая, и мы относимся к ней очень серьёзно. Ну вот, наверное, так. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Ой, а вот это не надо. Галя, отмена! Галя. Галя. Галя! Галя! Отмена! Спасибо, Галя. Гомеовокс. Голос данной природой. Галя. 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 Гаанов. Галя. Галя.